Бортслайд Едете прямо напротив рейла и напрыгиваете кисом, то есть это на ребро и сразу отпрыгиваете Теперь делайте то же самое, только напрыгиваете полностью Главное найти золотую середину, то есть не переклониться слишком вперед и слишком назад И удерживайтесь на рейле где-то 3-4 секунды Когда у вас было лето, переходим ко второму шагу Тут едем по доле рейла, где-то под углом 30 градусов И напрыгиваем, делаем на опозит 90 градусов Главное, чтобы ваша доска с рейлом делали без креста Переходим ко второй части Эту часть мы разделим на 3 вопроса и 3 проблемы Первый, когда я скажу, что мне делать? Опять же, первый этап это найти золотую середину А второй смотреть на горизонт влево с этой гуфе и на горизонт вправо с этой регуляр Второй, на какой части деки исказить? Я разделяю деки на 3 части Первая это у тормоза, вторая это середина, третья это передняя Лично я скажу, на середине, потому что так меньше вероятность упасть Но каждый должен делать, как ему удобнее И третье, когда я напрыгиваю, дека не исказить, что делать Это значит, что вам нужно навосковать деку, то есть или воском или свечой Но не переборщить, ведь тогда вы можете упасть Переходим к третьей части, а именно к выходу Тут же опять есть два способа делать выход Первый это очень легкий, второй чуть-чуть потяжелее Итак, первый это просто доехать до конца рейла и автоматически съехать спрыгнуть Это получится буквально с первой попытки Но этот способ не всегда пригоден, потому что на некоторых рейлах бывают выступы, которые мешают доехать до конца В этом случае вам понадобится второй способ По другому способу нужно ехать И еще до спрыгивания повернуться где-то на 3-40 градусов в сторону фигула Потом подпрыгнуть и докрутить оставшиеся 60 градусов Важно сначала подпрыгнуть, а потом закручивать остальные градусы, иначе вы можете упасть Забыл добавить, что когда вы только начинаете делать бортсайт Найдите лучше низкий рейлер, тогда будет легче заходить и не так страшно В общем-то на этом мы можем закончить Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео А также подписаться на канал, чтобы не пропустить новые обучалки Субтитры сделал DimaTorzok